Алтайский край Теория Басна, здравствуйте. Расшифруйте, пожалуйста, что такое национальная система квалификации. Национальная система квалификации – это система инструментов, система решений, которая призвана, нацелена сблизить рынок труда и рынок образования с одной простой целью – обеспечить кадрами современную развивающуюся экономику наиболее точно. Послушайте, но ведь этим занимается каждый вуз, когда теория, практика. И все-таки на практике это расходится, да? Конечно, безусловно, есть расхождение. Работодатели часто высказывают свое личное мнение, как им кажется, что вузы или колледжи готовят не тех и не столько. Есть, бытуют такие точки зрения. Но давайте все-таки проанализируем. Прежде всего, чтобы решать эти задачи, которые на самом деле извечны, они на всех этапах развития экономики любой страны всегда встречаются эти задачи. Чтобы их решать, нужно обязательно вести диалог и совместно формировать образовательные программы. Без участия работодателей образовательные программы, конечно же, они не будут актуальными и выпускники не будут востребованы на рынке труда. Вот я поняла, работа ведется с 2014 года, да? Верно. Что уже сделано? Есть ли какая-то уже приемственность между работодателями и вузами? Да, действительно, работа ведется с 2014 года, достаточно активная фаза. Она, конечно, работа была начата раньше. Но вот с 2014 года создано Национальное агентство развития квалификаций. Национальное агентство развития квалификаций наделило полномочиями. На сегодняшний день уже 35 советов по профессиональным квалификациям, они организованы по принципу отраслевому. Во многих регионах образованы представительства этого совета. И в частности, здесь Алтайский филиал финн-университета, официальный представитель Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка. Что это означает? Это означает, что мы участвуем в описании новых профессий, в корректировке, в описании имеющихся востребованных профессий на рынке труда, с учетом особенностей региона нашего. И совет по профессиональным квалификациям, в частности, может оценить, собрав сведения с разных регионов об одной и той же профессии, он может не только оценить, но и создать общее описание для России, описание этой профессии. И на сайте Министерства труда Российской Федерации существует такой ресурс, справочник профессий, востребованных и перспективных. Это достаточно сложное, но очень интересное и увлекательное занятие, я вам скажу, заниматься описанием профессии. Мы когда создаем здесь коллектив авторов, привлекаем обязательно работодателей, и вот здесь уже точка соприкосновения, когда работодатель говорит, что, допустим, есть профессия, в которой функционал нужно изменить в описании. Почему? Потому что реальность такова, что его либо нет, либо он изменился, либо с учетом перестройки, например, профессиональных взаимосвязей между регионами, или, допустим, между Москвой и регионами, какие-то профессии чаще появляются в центральных городах России, чем в других субъектах. Поэтому нет необходимости говорить о профессии здесь. Ну, например, казначей в банке. Чаще всего сейчас у нас же крупные сети банков имеют свой головной офис, и дистанционные технологии вполне позволяют некоторый функционал вести именно оттуда. На примере вашего вуза и потребности алтайских работодателей, какие профессии востребованы сейчас на рынке, какие новые, быть может, вы назовете? Ну, я могу говорить о профессиях финансового рынка. Могу сказать, что у нас востребованы профессии, которые являются, скажем так, сквозными, наверное, для различных форм организации и для организации различных форм собственности. Можно сказать, можно сказать, универсальные, если говорить о профессиях финансового рынка. Какие другие профессии? Да, вот бухгалтер. Это достаточно востребованная профессия на сегодняшний день. Это финансовый менеджер. Это специалист по экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Это финансовый кредит. В данном случае я бы хотела остановиться, как на примере, именно на специальности по направлению подготовки, готовят многие вузы. Но сталкиваются с чем? Допустим, человек, получивший диплом, финансовый кредит, приглашен или он взят на работу в государственное учреждение. У него будет один набор трудовых функций, обобщенных трудовых и трудовых действий. Если он с этим же дипломом бакалавра, финансовый кредит, он приглашен в коммерческую организацию, скорее всего, будет другое содержание трудовых функций. И вот как раз независимая оценка квалификации, которая является инструментом национальной системы квалификаций, она задумана и призвана как раз решать этот вопрос. В дипломе современного бакалавра не пишется специализация. Пускается бакалавр экономики, бакалавр менеджмент. То есть универсальный специалист, который может работать как в частной, так и в государственной структуре. Конечно. И либо работодатель при приеме на работу, либо сам выпускник, задумываясь о том, на какую бы он работу хотел пойти, на какую должность, в какую сферу, он может выбрать более узкую квалификацию и пройти свое обучение, подготовиться к профессиональному экзамену и сдать экзамен профессиональный. И это будет независимая оценка его квалификации в центрах оценки квалификации. Поэтому, когда мы говорим о национальной системе квалификаций, тут нужно говорить об инструментах для сближения рынка образования и рынка труда. Вот эти инструменты, как раз это профессиональный экзамен, это справочник профессии, на который может и должен ориентироваться любой гражданин Российской Федерации, вне зависимости от возраста. Вы можете захотеть изменить траекторию своей карьеры в любой момент. Просто нужно ориентироваться, наверное, на востребованные профессии. Здесь очень много вопросов. И вот национальная система квалификации, она касается как раз всех аспектов процесса сближения рынка. труда и рынка образования. Что система квалификации независимая может дать уже работающим людям? Во-первых, у нас есть категория граждан, которые волею судеб работали не по профессии, но очень удачно работали. И, имея опыт, они имеют и признание, но не имеют документа, который подтверждает их квалификацию. Они могут пойти в Центры оценки квалификации, которые сейчас сформируются по всей России. Вот СПК этим заняты, Советы по профессиональным квалификациям. И сдать профессиональный экзамен, получить свидетельство о квалификации. Этот документ является уже обязательным или пока еще на усмотрение работодателей и работников? Участие в независимой оценке квалификации только добровольное. Как стать экспертом в этой оценке? Прежде всего, нужно быть профессионалом в конкретной области или в каком-то секторе экономики, в какой-то профессии, в какой-то квалификации. Будучи профессионалом, человек может быть востребован в качестве эксперта. Для этого ему нужно, безусловно, понимать методологию этой национальной системы квалификации. Ему нужно понимать, как формируются оценочные средства. Это достаточно трудоемкий процесс. Ведь оценочные средства должны максимально объективно давать результат для оценки уровня квалификации испытуемого. Как они устроены? Он должен владеть внутренним инструментарием своей профессии. И для этого он обучается в таких советах по профессиональным квалификациям по своей отрасли. И получает, я думаю, успешно сдав испытания, он получает статус эксперта. Спасибо вам огромное за беседу и за дело, которому вы жизнь посвящаете. Мы сегодня беседовали с Валерией Ивановой, директором Алтайского филиала финансового университета. И говорили мы о том, что такое национальная система квалификации и как стать специалистом высшего класса. До встречи.